Всем большое привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Как же многое меняется в этом мире. Еще недавно, несколько лет назад, компания Xiaomi, в принципе, не очень сильно могла конкурировать с Samsung'ами и iPhone'ами, в принципе, во всем. Сейчас, без проблем, можно делать сравнение фото и видео возможностей, флагманов, и Xiaomi будет легко конкурировать и с Samsung'ами, и с iPhone'ами. И если несколько лет назад серия Redmi была таким бюджетным смартфоном, то сейчас это телефон, который вырос. Вырос по техническим характеристикам, вырос по цене, и теперь это уже средний бюджет. Это уже смартфон, который ты покупаешь не на один год и пытаешься бороться с лагами и всем остальными. Это смартфон, у которого есть нормальная производительность, у которого хороший 90-герцовый экран, у которого приятный тонкий корпус, у которого камера на 50 мегапикселей, у которого яркий AMOLED-дисплей, быстрая зарядка и славное имя Redmi Note 11. Друзья, сегодня я вам рассказываю про глобальную версию Redmi Note 11, которая сейчас продается со скидкой, а в рамках современной истории это, согласитесь, важно. В общем, стоит ли брать Redmi Note 11 прямо сейчас? Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Я, знаете, друзья, что хотел бы вас узнать. Напишите, пожалуйста, какими Redmi вы вообще в жизни пользовались и какие Redmi оставили у вас самое неизгладимое впечатление, потому что моделей было много, аудитория огромная. Есть люди, которые по-прежнему ходят, например, с версии 4X и даже ее не меняют. В общем, напишите, какими Redmi вы пользовались. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что прямо меняется немножко стереотипное мышление. Если раньше действительно про Xiaomi и Redmi думали, ну это такие смартфоны, когда не хватило на Samsung и iPhone, то сейчас покупка Redmi или Xiaomi это прямо уверенный выбор. Теперь, я бы сказал, это не тогда, когда тебе не хватает на iPhone и Samsung, теперь это осознанный выбор, потому что ты хочешь купить топ за свои деньги. И если раньше это был топ за свои деньги, но бюджетный, то сейчас это хороший средненький смартфон. Смотрите, что мы имеем. Ну, например, дисплей, лицо смартфона, яркий, хороший AMOLED. Что такое AMOLED? Это когда у нас максимально глубокий черный, у нас классные контрастные цвета, у нас яркость здесь в этом дисплее 700 нит в автоматическом режиме, 1000 нит яркости в пике, плавность 90 Гц, плюс приятная диагональ 6,43 дюйма. То есть в рамках современных лопатафонов этот смартфон будет хорошо лежать в руке. Он еще будет хорошо лежать в руке, потому что у него обновленный дизайн. Теперь это такие плоские грани, в моду с iPhone. Это очень тонкое устройство, 8,1 мм, и это очень легкое устройство, 179 граммов. То есть получается такой интересный симбиоз. С одной стороны, он достаточно большой, но не настолько большой, чтобы было неудобно. Ну, а по весу и всему остальному хорошо лежит в руке. И, конечно же, у нас в комплекте есть силиконовый чехол, его обязательно надо надевать, потому что все-таки разбить вот этот AMOLED-экран я вам очень не рекомендую. А силиконовый чехол реально спасает. Камера у нас не сильно выступает. Цвет мне, вот это Space Gray Metallic, очень нравится. Нравится, как работает сканер от четка пальцев. Он работает быстро, встроен он клавишу питания. Вы всегда его можете нащупать и даже несмотря на телефон разблокировать. Ну, а если на телефон посмотрите, у нас работает разблокировка по лицу, которая тоже работает достаточно хорошо. С фронтальной стороны, по большому счету, мне все нравится. Здесь приемлемые рамки, здесь снизу такой небольшой подбородок. Единственное, на которое я обращаю внимание, это фронтальная камера. И даже не сама она, а внутри у нас такой есть серебристый ободок. Я такой, блин, зачем тут нужен серебристый ободок? Сверху все покрыто, корни горел лаз третьего поколения. Пленочки никакой у меня сверху нет, но у меня предпродажный образец. Вроде как в продажном образце есть пленка. Сверху у нас есть еще джек для наушников. Сверху у нас есть еще инфракрасный порт. У нас здесь стереодинамики, друзья. Стереодинамики в этой ценовой категории это хорошо. Далеко не у всех смартфонов в этой ценовой категории есть стерео. Ну и самое главное, это стерео хорошо звучит. Единственный момент, все-таки есть небольшой перекос на нижний динамик. Он выполняет основную функцию, а сверху у нас такой типа твиттер. И это не тот твиттер, в котором нужно писать текстовые сообщения. Это твиттер, который он воспроизводит средние и высокие частоты. А вот когда вы будете играть, здесь будет происходить такая штука. Правой рукой вы не будете перекрывать динамик, нижний основной. А слева вы так или иначе будете перекрывать. Так что обратите на это внимание. Еще из важного у нас есть защита от брызг и пыли IP53. И еще важный момент, это вибрация. И вибрация здесь, честно говоря, так себе. Уж слишком агрессивно она жужжит. Я бы сказал, что это больше раздражает, чем добавляет удовольствие. Можно было как-то иначе реализовать, даже если здесь не Taptic Engine. По производительности достаточно свежий процессор Snapdragon 680, который был выпущен в конце 2021 года, по-моему, в октябре месяце. Выдает он порядка 200 с лишним тысяч баллов Antutu. Вот у меня, например, первый прогон 236 тысяч баллов, 28 градусов нагрева и минус 2% аккумулятора. Вообще с аккумулятором здесь все очень и очень хорошо. И Antutu очередное тому подтверждение, потому что обычно это минус 5%. Следующий прогон 227 тысяч баллов и 29 градусов нагрева, а 5 минус 2% аккумулятора. По памяти у нас вот какие есть варианты. 4,64, 6,64, 4,128 и 6,128. Я взял себе на тест самую недорогую версию, самую простенькую 4,64, чтобы посмотреть, как эти 4 гигабайта справляются с современными задачами. Давайте так, 4 гигабайта в 2022 году это немного. Именно поэтому в самой системе есть еще дополнительный гигабайт, который из основного хранилища прикрепляется к оперативной памяти. То есть у нас по сути получается 4 плюс 1. Не сказать, что это какое-то прямо очень классное решение, но в целом я могу вот что сказать. 4 гигабайта памяти нормально, так как процессор здесь достаточно шустрый. 236 тысяч баллов Antutu. Но смотрите, чтобы вы понимали, пару лет назад один из самых продающихся смартфонов от Samsung Galaxy A51 набирал 180 тысяч баллов. И это был хит продаж. А сейчас, грубо говоря, самая младшая модель из Redmi набирает 236 тысяч баллов. Да, понятное дело, что времена изменились и так далее, но все равно. 4 плюс 1 по памяти и 64 встроенные. Можно использовать карточку памяти и можно использовать две сим-карты. Здесь у нас стоит MIUI 13, самая последняя версия операционной системы, но, к сожалению, только 11-й Android. Я вот недавно рассказывал про простенький смартфон TCL 30SE. Так там стоит уже 12-й Android, а тут все еще 11-й. И хочется спросить Xiaomi, ребят, вы чего там делаете? Не, ну, понятное дело, что у вас много смартфонов и так далее, но у вас и штат, я так подозреваю, большой. Мне кажется, что не так сложно уже 12-й Android запустить на все смартфоны, когда Google уже сейчас тестирует 13-й Android и летом будут уже выкатывать нормальную рабочую версию. Поэтому я обращаюсь к ребятам из Xiaomi, пожалуйста, поднапрягитесь там и выпустите 12-й Android. Хотя, на самом деле, знаете, друзья, ну, что 11-й, что 12-й, обычно разницы вообще практически никакой нет. Что по производительности, что по аккумулятору, что по каким-то фишкам, да? Ну, вот эти все небольшие нововведения, которые происходят внутрь с операционной системой, но они на самом деле настолько малы, что их прямо приходится выискивать. То есть, если вы переживаете по поводу операционной системы, что у вас здесь не 12-й Android, если я на вас нагнал паники, не парьтесь вообще. Что 11-й, что 12-й Android, считайте, разницы никакой нет. Нам что важно, что 230 тысяч баллов дают там возможность, считайте, играть в любые игры. Даже Genshin Impact, максимально сложная игра, и то в нее можно в целом играть. Call of Duty, нормально, PUBG 30 кадров в секунду выдает, более-менее тоже можно играть. И знаете, что важно? Процесс игры будет нормальным. Во-первых, у нас смартфон не греется, раз. Во-вторых, он не сильно троттлит, это два. В-третьих, у нас истереозвучание. Вы все звуки, которые будут вокруг вас происходить, будете слышать хорошо, это три. Ну и самое главное, работа аккумулятора. Она настолько хорошо сбалансирована. Вы можете очень долго играть, вы можете потом еще раз очень долго играть, и все равно аккумулятор не сядет. 5000 мАч аккумулятор, зарядка в 33 Вт, это быстрая зарядка. А что касается полной зарядки, производитель говорит, что заряжается за час, это немножечко такое преувеличение. Давайте, час 10, час 20, вот за это время он заряжается. Немножко давайте поговорим про операционную систему. Еще раз скажу, MIUI 13 здесь на борту. На самом деле не так много было именно изменений по сравнению с 12.5, но так или иначе они есть. Все основные функции, которые вы хотите получать от смартфона, у вас, конечно же, здесь будут. Это, во-первых, полная кастомизация, да. Вы можете управлять иконками, можете управлять сеткой экрана, можете включать темную тему. У нас здесь есть Always-On Display. Он работает не постоянно, но так или иначе можно настроить, чтобы он работал 10 секунд или когда вы берете в руки смартфон. Естественно, здесь есть стандартные мои любимые настройки, чтобы смартфон пробуждался, когда вы берете его в руки, сразу считывал вас и сразу разблокировался. Обязательно настройте это. Здесь можно делать склонирование приложений, если вы хотите, чтобы у вас было два WhatsApp. Здесь есть различные жесты, например, быстрый запуск камеры или настройка скриншота таким образом, чтобы вы провели тремя пальцами и скриншот произошел. То есть вам не надо брать две руки и нажимать кнопку питания и громкости вниз, хотя этот вариант тоже работает. Просто тремя пальцами провели и все произошло. Удобно. Здесь также можно настроить, чтобы вы, например, два раза коснулись сканера и у вас включился фонарик. А может быть вы хотите, чтобы это был не фонарик, а центр уведомления, или запуск Google Ассистента, или запуск камеры, или еще что-то. В общем, здесь много чего можно настроить. Сама операционка работает быстро, у меня вопросов в ней никаких нет. MIUI уже давно допиленная система. Понятное дело, что в любой оболочке есть всякие лаги, которые постепенно находят пользователи, но, соответственно, компания их выпиливает. Здесь все в порядке. В общем, у меня к быстродействию самой системы операционной вопросов никаких нет. По беспроводным подключениям Wi-Fi 6-го поколения здесь нет. У Bluetooth версии 5.0, не самый новый. Инфракрасный порт есть, NFC тоже, соответственно, бесконтактные платежи работают. Настраивайте МирП и погнали. А вот что касается камеры, друзья, здесь есть и хорошие моменты, и как бы средненький момент. Первое. Основная камера 50 мегапикселей от компании Samsung. Модуль называется GN1. Он много где стоит, и в Redmi Note 10 стоит. И в том же самом TCL 30 SE, про который я недавно рассказывал, он тоже там есть. Он и в Nokia стоит G21, он стоит и в Samsung A23 и так далее. Короче, популярный такой средненький сенсор. В целом, без проблем можно получать хорошие фотографии. Мы это должны понимать. И это что касается фото. С другой стороны, у нас есть видео, а видео только Full HD 30 кадров в секунду. Нету 60 кадров и нету, естественно, 4K. Я бы сказал так, за 25 тысяч рублей, конечно, мне бы уже, честно говоря, хотелось бы иметь 4K хотя бы 30 кадров в секунду. Я понимаю, что многие скажут, да, Филипп, да зачем мне вообще твои 4K? Я скажу, да и я тоже не пользуюсь 4K, кроме того, чтобы вам демонстрирую, как они снимают. Но так или иначе, иметь такую функцию хотелось бы. У нас есть ультра ширик на 8 мегапикселей, апертура 2.2. У нас есть макро и портретные объективы, оба по 2 мегапикселя. Ну, соответственно, вы можете делать портретики, соответственно, вы можете делать макросъемку. У нас есть ночной режим и у нас есть режим 50 мегапикселей. В целом, вы сейчас видите фотографии, этот смартфон можно получать хорошие фотографии, при этом нужно понимать, ну, все-таки, как смартфон фотографирует и иметь хоть малейшее представление о фотографии. Поэтому изучите несколько роликов на видосике, типа, как фотографировать на смартфон. Единственная вещь, которую бы мне хотелось иметь от этого смартфона, все-таки иметь большую стабилизацию при съемке видео. Кстати, селфи-камера у нас на 13 мегапикселей, это тоже сенсор от компании Samsung. В целом, отрабатывает хорошо, хотя иногда мне бы хотелось бы большую, лучшую работу HDR-а. Но, опять же, помните, всегда можно накатить гугл-камеру, и если какие-то вещи не допилены в основной камере, окей, ставим гугл-камеру и пользуемся ей без проблем. Кстати, у меня есть телеграм-канал, касающийся гугл-камеры, поэтому я внизу оставляю ссылку. Я вообще, в принципе, внизу оставляю ссылку, а, во-первых, на покупку этого смартфона, б, на свой дзен, телеграм и все остальное, так что переходите вниз, смотрите, если вдруг блокирнут YouTube, во-первых, поставьте себе какой-нибудь VPN и продолжайте смотреть YouTube, а если вдруг какие-то будут трудности, ну тогда в телеге или в дзене встретимся. Хотя YouTube, безусловно, это основная площадка, и совершенно нет никакого желания с нее уходить. И, собственно, и не планирую. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Redmi Note 11, что в итоге мы имеем? Мы имеем хороший экран, нормальную производительность, стереодинамики, 3,5-миллиметровый джек для ваших наушников, приятный внешний вид, тонкий корпус, хорошо лежит в руке, короче, пользоваться смартфоном удобно. Экран яркий, на солнце все видно, здесь все хорошо. Что мне не очень понравилось? Хотелось бы больше стабилизацию на камере, окей, бог с ним с 4К, но хотя бы больше стабилизацию при съемке видео. Ну и если вы будете стоять перед выбором взять 4 гига памяти или 6 гигабайт памяти, берите все-таки версию на 6 гигабайт памяти, точно пригодится. Ну и не забывайте накатить Google камеру, это тоже полезно. И, конечно же, цена, да, прямо сейчас по скидке вы можете приобрести этот смартфон, я внизу оставляю ссылочку, переходите. Вот такая вот история, друзья, очень интересно узнать ваше мнение, а что вы думаете по поводу Redmi Note 11, насколько он интересен в рамках современной истории, насколько он отвечает вашим потребностям. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я вам говорю огромное спасибо. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ни в коем случае не болейте, берегите себя. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok